МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 71 год назад солдаты Красной Армии полностью сняли блокаду с сожженного фашистами Ленинграда. Репортаж с памятных мероприятий. Старейший в городе рок-клуб планетарий на грани банкротства. Спасти его можно лишь всем миром. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня на расширенном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев заявил, что форсировать принятие решения по консенсионированию водоканала не следует. По словам главы региона, единого мнения по возможности передачи в концессию муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения пока нет. В этих условиях считаю, что форсировать принятие решения не следует, потому что выходить с новым проектом можно только при поддержке общества, которому еще надо объяснить, чего и каким путем муниципальные власти хотят добиться, сказал губернатор. Также глава региона предложил продолжить работу над конкретными пунктами проекта консессионного соглашения с тем, чтобы минимизировать риски, а параллельно заняться финансовым оздоровлением водоканала, повышением эффективности и качества работы предприятия. Если не готовы к консессии, это уже я к городским властям обращаюсь, то управляйте муниципальным предприятием таким образом, чтобы оно не развалилось и чтобы оно не искало виноватых где-то на стороне. Потому что вы собственники и вы должны эффективно управлять этим предприятием. Чтобы люди не получали сюрпризы в виде вонючей воды, а потом им рассказывали про какие-то водоросли, которые эту вонючую воду сделали. Чтобы люди не писали жалобы, и как можно меньше было всяких перерывов в воде, связанных с аварийными ситуациями. Чтобы не относили на граждан те издержки, которые в результате порывов водоводов, и вода уходит на рельеф, а потом это все относится на граждан. Вот в этом плане необходимо будет серьезно работать. Губернатор дал поручение изучить опыт других регионов, где введена концессионная форма управления муниципальными коммунальными предприятиями и учесть его при дальнейшей работе. В нынешнем 2015 году вся Россия будет отмечать 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Потому и события, связанные с такой важнейшей для существования страны и ее народа битвой, приобретают широкий размах. Сегодня 27 января. И в этот день, в 1944 году, бойцам Красной армии удалось полностью снять осаду с блокадного Ленинграда. После освобождения города жители северной столицы, исхудавших и потерявших сил, отправляли в более южные области. Десятки людей прибыли тогда в Рязань. И сегодня памятные мероприятия начались на Ленинградском кладбище Скорбящинского мемориального комплекса. Здесь люди, на чью долю выпали жестокие тяготы и лишения, делились воспоминаниями и рассказывали о них молодым горожанам. 27 января – дата, которая вошла в историю нашей страны, как день освобождения блокадного Ленинграда. 71 год назад закончились 900 страшных дней. На Ленинградском кладбище сегодня почтили память погибших во время оккупации взрослых и детей. Ветераны войны и рязанские школьники возложили цветы к монументу и почтили память погибших минутой молчания. В этом году в преддверии 70-летия победы Советского народа Великой Отечественной войны является особым событием. И полное окончание или снятие блокады Ленинграда является, естественно, таким главным событием во Второй мировой войне. Наравне с Сталинградской битвой, Курской битвой. И вот это, естественно, очень большое значение имело и в годы войны, и в послевоенные годы, когда весь народ узнал об этой блокаде. И многие поколения наших, нашей молодежи, наших людей воспитываются на этих памятных датах, в том числе на блокаде Ленинграда. Мы вспоминаем сегодня своих матерей, сестер. У меня в блокаду умер дед, умерла сестра, погиб отец при первой войне. И у нас у многих остались там родители наши корни, наш родной город. И мы вспоминаем, страшное не хочется вспоминать. Мы вспоминаем то хорошее и светлое, что мы победили, а сегодня у нас День Победы, сегодня у нас праздник. 8 сентября мы сюда собираемся как день начала блокады, 21 числа начала войны, а сегодня у нас праздник, что мы выжили, мы остались живы. После традиционного памятного мероприятия ветеранов встретила библиотека имени Горького. Здесь они согрелись горячим чаем и продолжили вспоминать страшные годы блокады. Радоваться тому, что могут сейчас поделиться с нами историей своей жизни. Завершился день открытием выставки у Победы «Соленый вкус». Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была снята 27 января 1944 года. Все это время единственный путь, в котором доставлялись продукты в осажденный город и вывозились дети и тяжелораненые, был проложен по льду Ладожского озера и назывался «Дорогой жизни». Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но до ее полного снятия 27 января 1944 ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. Вряд ли мы до конца поняли меру подвига блокадного Ленинграда. В здравом уме не укладывается, как в таких невыносимых условиях город жил, работал и защищался от фашизма. И в нынешней политической ситуации создается впечатление, что нам удается открыть этот ящик Пандоры, казавшийся закрытым намертво ценой жизни наших предков. Общаться со своим ровесниками из районов Рязанской области будут и студенты вузов. Вчера стартовал традиционный поход «Звездный». Его маршрут пройдет через 14 районов области и посвящен он 70-летию Победы. Студенты рязанских вузов отправились в традиционный 43-й по счету «Звездный поход». Торжественный старт был дан 26 января у памятника Политаеву. Ребята посетят 12 населенных пунктов нашей области. Всего в походе примут участие 277 студентов. Они пройдут по местам боевой славы региона, ведь сам поход будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Звездный поход» займет две недели, продлится он до 10 февраля. За это время студенты пообщаются с ветеранами войны, окажут им посильную помощь в быту. Также они посетят дома, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи. В каждом населенном пункте ребята проведут концерты, вечера отдыха, конкурсные и спортивные мероприятия. Особой зоной заботы для «Звездников» станут воспитанники детских домов и школ-интернатов. Участники детского «Звездного» планируют оказать помощь воспитанникам Лесноконобеевской, Елатомской, Шацкой, Кадетской и Касимовской школам-интернатам. Во всех образовательных учреждениях будет проведена работа с учащимися, беседы о памятных датах в истории Отечества и Рязанского края, формирование навыков здорового образа жизни, коммуникативные тренинги, развивающие спортивные игры, концерты и даже кукольные спектакли. А теперь о происшествиях. Рязанские дорожные полицейские сообщают о подробностях автоварии, произошедшей накануне, а также инспекторы расскажут о проведенных ими патрульных рейдах. Утром 27 января на территории всего региона сотрудниками ГИБДД проводились рейды по выявлению нетрезвых водителей. В поле зрения дорожных полицейских попал автомобиль «Тойота Королла». На указание инспектора остановиться водитель иномарки лишь прибавил газу. Началась погоня. Несколько раз совершил касательно ДТП данный водитель со столбом и с деревом. На улице Тимуровцев погоня прекратилась. Беглец попал в тупик. Нарушителем оказался 24-летний молодой человек. 24-летний житель города Рязани, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения юный правонарушитель отказался. По его словам, так нестандартно реагировать на дорожных полицейских его научили в автошколе. Тут уж, как говорится, и смех, и грех. И в продолжение полицейской темы. Оперативники уголовного розыска смогли задержать группу граждан, которые сейчас подозреваются в квартирных кражах. С начала текущего года в полицию поступило сразу несколько заявлений о квартирных кражах. Проанализировав обращения граждан, полицейские выяснили, что схемы ограблений во всех случаях были схожими. Воры, взломав замок, проникали в жилье и похищали дорогостоящую технику, деньги и ювелирные украшения. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального МВД совместно с коллегами из градских отделов полиции задержали подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Ориентировки на квартирников, которые были составлены благодаря установленным в подъездах камерам видеонаблюдения, оперативники разослали во все подразделения полиции области. Несмотря на то, что подозреваемые учли этот момент и попытались скрыть лица, полицейским удалось разглядеть значимые детали одежды и манеру движения воров. Вскоре выяснилось, что к преступлениям могут быть причастны 32-летний житель Ряжска и его 30-летний знакомый, житель Нижнего Новгорода. Оба были ранее судимы за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам краж. Злоумышленников задержали. Полицейским удалось изъять лишь часть похищенных ценностей. Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания. А теперь к новостям законодательного характера, которые пришли только что. Стало известно, что Государственная Дума готова смягчить законопроект о рекламе на так называемых платных телеканалах. Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, позволяющий платным телеканалам транслировать рекламу. Эту новость с радостью встретили работники всех кабельных телеканалов страны, чье существование оказалось с начала января этого года под большим вопросом. Дело в том, что еще летом в федеральном законе о рекламе появились поправки, которые разделили каналы на платные и бесплатные. Так вот, тем, кого признали платными с 1 января 2015 года, запрещалось размещать рекламу. Однако же не секрет, что рекламные деньги – это двигатель всей медиа-индустрии. Соответственно, из-за такого запрета закрыться должны были, по мнениям различных экспертов, более 400 каналов по всей России. И вот, когда наступил час икс, то есть с начала января 2015 года, Думский комитет по информационным технологиям внес поправки в закон о рекламе. Теперь платные каналы смогут транслировать рекламу при условии, что три четверти контента, за исключением рекламы, будет попадать под понятие национальной продукции. Закон этот принят, потому что фракция ЛГБР выступала в Государственном Думе против принятия подобного закона о запрете рекламы на кабельных и региональных средствах массовой информации. И сегодня этот закон принят, который позволяет снова заниматься рекламой на данных телеканалах. Теперь документ направлен на утверждение в Совет Федерации, и сенаторы должны рассмотреть его 28 января. Следующее известие, возможно, заинтересует всех поклонников альтернативной музыки в городе. Старейший рок-клуб «Планетарий» сообщает о весьма плачевном финансовом положении, и руководство заведения проведет в этот четверг, 29 января, благотворительный концерт за будущее рока Рязани. Подробнее о мероприятии и перспективах рок-музыки в репортаже Натальи Новиковой. «Рок-н-ролл мертв, а я еще не отпел некогда Борис Гребенщиков». Это было в те далекие времена, когда интеллектуальный рок переживал свой рассвет в подвалах советского андеграунда. С тех пор много воды утекло, Борис Борисович по-прежнему здравствует, а риторические вопросы, жив ли все-таки рок или нет, по-прежнему актуален. В нашем городе дела с рок-музыкой, в общем-то, всегда обстояли неплохо, что неудивительно, ведь мы много лет являемся, по крайней мере пока, счастливыми обладателями настоящего рок-клуба. Мало кто знает, но арт-клуб «Планетарий» входит в список крупнейших рок-клубов России. В плане выступали практически все известные рок-группы Москвы и Санкт-Петербурга, да и зарубежные звезды рок-н-ролла тоже не раз посещали клуб. И вряд ли найдется хоть один рок-клуб, который просуществовал бы столько лет. В апреле «Планетарий» отметит свое 17-летие. Несколько лет назад арт-клуб закрыли по причине несоответствия нормам пожарной безопасности. Хорошо запомнился сбор подписей активистами, чтобы клуб вернули, и попытки ходить на рок-концерты в другие места. Пару лет спустя все предписания, наконец, были выполнены, и в мае 2011 года состоялось долгожданное торжественное открытие «Планетария». И вот на сегодняшний день главный, а точнее единственный, рок-н-ролльный клуб Рязани переживает не лучшие времена. И пришло время действовать. А в данный момент действительно ситуация такая, которую спасти можем только мы сами. То есть, если мы задумаемся над тем, что да, нам нужен этот клуб, мы, я имею в виду, любители рок-н-ролла в Рязани, по крайней мере, каждый может внести свой какой-то посильный вклад, в конце концов, сходить хоть на этот благотворительный концерт. По словам директора, а по совместительству известного рок-н-ролльщика нашего города Андрея Шкуратова, самый старый клуб Рязани, на сцене которого проходило около 80% рок-концертов на грани банкротства. Причин тому очень много. Если вкратце, то люди стали меньше ходить на концерты, а два крайних сезона для «Планетария» были убыточными. И теперь быть планетарию или не быть решает только нам с вами. 29 января в рамках благотворительной программы «СОС» состоится большой концерт, на котором выступят лучшие рязанские рок-группы. Народ, все, кому не безинтересна судьба рок-н-ролла в нашем городе, а он в последнее время только на «Планетарии» и, в общем-то, и держится, приходите на это мероприятие, внесите свою лепту всем миром в спасение клуба, иначе останетесь без рок-н-ролла. Акция покажет, насколько «Планетарий» нужен и дорог нашему городу. И, конечно, хочется надеяться, что нужен и что рок все-таки жив. Напомним, что концерт в «Планетарии» пройдет 29 января. И это было последнее сообщение сегодняшнего информационного выпуска новостей. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал глава регионального отделения пенсионного фонда Геннадий Пашин. И речь в беседе пойдет об основных направлениях в работе сотрудников пенсионного ведомства в нынешнем году. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова